Лжегазовщики Ирина Урбах и Евгений Кавун, по вине которых, как считают следователи, год назад взлетела на воздух. Пятиэтажка на улице Линейной в Новосибирске сегодня предстали перед судом. Им инкриминируют оказание небезопасных услуг и уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности. Под стражей фигуранты громкого дела уже 12 месяцев. Их отправили в СИЗО, поскольку у обоих в Новосибирске нет прописки. В наш регион амичи приехали на заработки. Навязывали услуги по замене газового оборудования. Ирина Урбах представлялась контролером, выявляла несуществующий дефект и вызывала Евгения Кавуна. Он играл роль слесаря. В доме на Линейной 39 на удочку подельников клюнули несколько жильцов. В том числе одинокая пенсионерка из 21-й квартиры, в которой и располагался эпицентр взрыва. Обвиняют в выполнении работы и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенных группы лиц по предварительному сговору на территории города Новосибирска, поблежавших по неосторожности смерть 15 лиц, а также уничтожение и повреждение имущества в крупном размере, совершенным путем неосторожного обращения с источником повышенной опасности. Задержали предполагаемых виновников масштабного ЧП в день трагедии. Жильцы дома на Линейной 39 рассказали правоохранителям, что к ним наведывались подозрительные визитеры, после прихода которых в доме запахло пропаном. Были опрошены люди, которые там пострадали, которые проживали в том числе в этом подъезде. Как говорится, вышли на след, а дальше уже дело техники их установить. Оперативные службы установили, мы задержали их. Они дали признательные показания под давлением улик. В дальнейшем задержанные изменили свою позицию к предъявленному обвинению. Ирина Урбах пообещала высказаться после допроса всех свидетелей и потерпевших. Евгений Кавун заявил о своей непричастности к ЧП с масштабными последствиями. Я выражаю искрительство, если мы вашему гору это тратить, потому что вам пришлось пережить. Я понимаю, что по данному делу нужен виновный, но я не могу признать вину. Не потому, что боится наказание, либо хочу уйти от следствия, я не могу признать вину, а чужую вину. Мне очень жаль людей, но я не знаю, кто. Сегодня посмотреть в глаза людям, которых обвиняют в гибели их родных, пришли потерпевшие. В уничтоженном взрывом доме жила сестра Галины Белорусцевой. Пожилая женщина до сих пор не может ее похоронить. Криминалисты не нашли останки. Константин Белик в результате трагедии потерял жену и двухлетнюю дочь. Судебное разбирательство, скорее всего, растянется на долгие месяцы. В уголовном деле 35 томов и 135 потерпевших. Лжегазовщикам грозит до 10 лет лишения свободы. Сумма ущерба исчисляется сотнями миллионов рублей. Продолжение следует...